ну что ж ребят всем привет всем привет ну вот все таки хочешь не хочешь но я начал прокачивать сегодня польскую витку танков ну что могу сказать это конечно необычные какие-то чудовища такие как будто прямо сказок древних какие-то трехголовые драконы две головы поменьше как вы видите да вообще непонятно что это такое какой-то непонятный кожух у него или или в общем я так и не понял что такое если честно хотя бы повернули бы орудия если это орудия конечно могли бы их повернуть на свет но чтобы хоть что-то было видно тоже непонятно какая-то вот здесь вот штуковина какое-то крепление наверное крепление к какая-то сошка наверное здесь будет то есть вот эта штука двуногая хотя с другой стороны ну просто я честно говоря не представляю зачем на этом значит что я могу сказать вот только-только покачал у меня было 35 тысяч свободного опыта просто вот накачал то и вот я решил воспользоваться как раз для того чтобы подняться только на 5 уровень у меня получилось подняться за 35 тысяч свободного опыта все остальное придется мне кровью и потом уже пробивать и так ребят ну что давайте начнем с наших людей которые наху как они вчетвером находятся вот в этом вот ящике я не представляю еще какая-то странная абсолютно башня у него какая-то совсем непонятно если честно башня и так ребят посмотрите что я выбрал постольку поскольку вот только так у меня получилось это пушка у него 5 уровня пушка 6 уровня немножко другая пока у меня не хватает серебра не серебра опыта для того чтобы я хоть что-то смог сделать однако ну все остальное мне значит получилось не покупая все это раскрыл но в общем как бы все в порядке давайте теперь посмотрим все таки что можно как можно увеличить скорость обучения нашего экипажа ну что давайте все так я так текущая машина это что максимально что ли 75 какой ужас никак нельзя сделать ребят никак к сожалению никаким образом единственное что надо было может быть но мне лично абсолютно это не надо брать 50 тп танк и прокачивать на нем или там пудель и прокачивать на нем экипаж абсолютно мне это не надо и абсолютно я не буду не собираюсь заниматься этой честно говоря фигнилой но что ставлю как обычно здесь ренку аптечку и автоматически обязательно огнетушитель то что касается насколько я понимаю это какая-то типа фугасницы все-таки до 90-98 миллиметров про непробитие у этого снаряда конечно это крайне мало на пятом уровне ну не знаю посмотрим и вот еще голдовые снаряды стоимостью 2800 они пробивают уже 120 миллиметров давайте ребят немножечко возьмем попробуем ну вот может быть вот так давайте на этом закончим и что еще нам что-то наверное нужно положить я как бы особо не хочу на этом танке задерживаться но блин ребятушки потом будет 40 т.п. потом будет 45 т.п. в общем отдельное видео по отдельному буду снимать непосредственно свои обзоры относительно польской ветки танков на польской ветки на самом деле вы знаете даже вот такие чудовище на них интересно смотреть все-таки дело в том что ну хочешь не хочешь но это что-то новое это что-то необычное и все необычное как-то вот привлекает так что нам еще не хватает здесь пожалуй я ничего не буду делать то есть тем более там каким-то досылатели ну не знаю мне как на пятом уровне давайте короче попробуем уже пойти в бой и посмотрим что к чему вот кстати сразу нам дают танк первого уровня вот у нас здесь уже стопроцентный экипаж что-то я протормозил давайте попробуем может быть как-то получится высадим в казарму 1 и высадим казану другого но высадим в казарму это у нас первый уровень и конечно нам здесь ничегошеньки не нужно и мы его за ноль продаем зачем он нам нужен теперь давайте но чтобы он ангар не занимал теперь давайте вернемся к нашему танку где же его только искать как он выглядит здесь я лично понятия не имею может быть в конце тоже вот он пока данных на него не нет и так давайте посмотрим может быть мы сможем заменить нет но давайте попробуем может быть так если мы сможем его обучить на этот и довести до восьмидесяти сможем это лучше это лучше давайте обучаем до восьмидесяти и у нас уже восемьдесят но не знаю правильно я сделал или нет но я не активировал ну я думаю в любом случае это все мелочи так ну и кого еще можно давайте еще сделаем это у нас наводчик здесь у нас здесь у нас получается механик-водитель да ну в общем давайте попробуем поменять 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 наверно наводчика давайте мы еще попробуем поменять да мы сможем его поменять что за фигня чему нет хорошо значит механик а здесь а здесь нет только этого мы можем поменять но давайте будем менять попробуем сделать вот так и давайте попробуем опять как обычно обучение и здесь будет только у нас сет на 75 разве нет 80 ну короче то же самое насколько я понимаю только я потрачу зря денежки свои ладно все начинаем идти в бой и давайте посмотрим уже наконец что может это так кстати давайте для начала немножечко рассмотрим все-таки его со стороны ну что ж ребят смотрите у него на средний урон за выстрел 110 среднее бронепробитие 98 напоминаю что это пушка пятого уровня скорострельность орудия неплохая 10 и 7 перезарядка 5 и 6 ну это на самом деле не очень не очень для пятого уровня будут ездить всякие такие пулеметчики которые будут нас просто мочить но сейчас вернемся мы еще ниже пройдем и посмотрим броню этого танка есть у нас она или нет итак у в н и 10 вверх 10 вниз время сведения 2 и 7 разброс гигантский 41 то есть это у нас все-таки какая-то бабаха и среди он минуту 1176 и так 45 45 ну нифига у нас тут брони нет до подвижность у нас кстати максималка 56 это интересно то есть на этой каракатица мы еще и будем нормально гонять хорошо давайте посмотрим незаметность у нас нету и и вну грубо говоря нас видно отовсюду в общем в бой ребят в бой давайте посмотрим проведем на этом танке ну сейчас посмотрим что будет за карта я думаю будет достаточно одного боя для того чтобы понять собственно говоря что это за танк ну и после того как мы закончим это видео знайте что скоро выйдет танк 6 уровня до моих описаниях вот я естественно сделаю видео короткое на 6 уровень польской ветки это у нас насколько я понимаю средний танки и посмотрим что он из себя представляет во всяком случае насколько я увидел танк 6 уровня он вроде бы как даже похож на человеческий танк какой-то ребят сейчас сейчас уже насколько я понимаю 1 час ночи ну соответственно вот пока не может найти нам нашу команду с кем мы будем воевать вбр и это мне кажется немножечко странновато неужели все перепрыгнули через пятый шестой седьмой сразу перешли к восьмеркам девятка а также мне интересно все-таки какие у нас новые карты говорю об этом так как обновление 1.1 произошло именно сегодня 28 числа и вот на самом деле мне конечно интересно что и как но не знаю пожалуй у меня такое ощущение что я не дождусь новых карт потом просто потому что их всего две там или три ну или даже четыре но всяком случае что-то такая такая чуйка что из трех боев ближайших к сожалению я на новую карту не наткнусь ну давайте посмотрим что у нас будет я думаю бой будет замечательный интересный как вы видите мне повезло я здесь с пятерками и шестерками и не ниже ну что ж н для просмотра боевых задач интересно это я закачал какой-то мод непонятный у нас нет так смотрите отлично разворачивается скорость поворота башни просто классная арты всего лишь одна а разворот ну в принципе довольно быстренький такой вы знаете и скорость у нас 34 пока мы идем скорость ну не знаю давайте посмотрим что к чему и так я только закачал совсем недавно закачал вот в г моды поэтому я даже с ними ничего не делал ну давайте посмотрим давайте может быть что-то и он похож на советский танк если честно есть по-моему то ли двадцать четыре то ли двадцать восемь ну конечно представляете кто приехал про пулеметы как я вам говорил вот пожалуйста да ладно в кого-то даже попали очень интересно но вы заметили как долго летел снаряд это просто ну очень долго просто жуть как долго вполне возможно что нас кстати засветили по-моему т-28 аналог вот этого польского танка т-28 насколько я помню такая же длинная крокодилообразная штука вот и возможно да смотрите сведение неплохое я бы должен вам сказать сведение очень даже неплохое 80 миллиметров у нас броня пушки смотрите как мы прикольно идем нормально нормально вообще нормально это такой тест драйв получается у нас на пятом уровне вполне не дурно для начала нам нужно именно испытать ходовые качества нашего танка и в принципе я думаю что одного боя нам будет вполне достаточно для того чтобы понять что же это за танк и стоит ли вообще прокачивать польскую ветку но мне кажется что это будет интересно напоминаю углы у вена у нас плюс 10 и минус 10 не понимаю зачем шкода сюда заехала если если он просто стоит чем здесь делать во первых он занимает место леопарда к сожалению опять перехожу на критику как вы видите я тут даже светанул о к нам едет к в один здорово ну что попробуем что-то сделать не при я неприятная для этого товарища посмотрите он меня увидел до шестьдесят седьмёрка лупанула и сразу сняла 127 куда у нас лупанул здесь видно на этом моде да прекрасно видно он нас как раз вот куда-то в районе гусли вот видите вот в это место у нас лупанул ну неприятно неприятно и тоже неприятно то что арта у нас стоит и как-то вот случилось ну а смотрите с другой стороны 8 3 уже пора наступать мы пока стоим ничего не делаем там к в один это шутка ситуация ну давайте наше самое основное это посмотреть ухты куда мы улетели то есть я не свелся конечно но перезарядка хорошая не пробиваю голдушечку давайте возьмем попробуем посмотрим ну конечно в башню я его не пробиваю очень было бы здорово если бы нам помогла какая-нибудь наша арта и не мешал бы нам этот к в один вообще не понимаю если честно что здесь делать к в один и почему он не идет вперед неприятно неприятно получать от арты понимая что тут я вообще не причем если честно виноват во всем к в один именно потому что именно к в один засветился начал под меня подъезжать и в итоге я получил по полной программе но опять же я вам хочу сказать что самое главное что мы посмотрели как нас может арта бить мочить просто сверху голову просто вот невыносимо больно было вот и все остальное все это мы с вами можем видеть в принципе я хочу сказать что танк довольно играбельный довольно а в этом плане даже можно сказать что чуточку интересный так давайте попробуем что нибудь может он высунется о как мы его лупанули даже немножечко и он последний остается и давайте попробуем на самом деле довольно интересный там и в принципе для ребятишек вполне можно играть на этом танке с большим удовольствием вот честно лично мне в принципе нравится конечно я буду мучиться долго на этом танке ну потому что ну что я могу здесь сделать если честно первый раз ну как-то страшновато плюс он стреляет давайте попробуем еще один раз может быть что-то изменится и нас к троечкам пошлют мы будем на самом верху в самом топе а почему нет давайте попробуем еще один бой посмотреть кто не хочет смотреть этот бой следующий пожалуйста можете уже отключаться но я вас попрошу не забывать ставить палец вверх подписываться на канал и вообще писать какие-то комментарии желательно положительные давайте посмотрим вот за один выстрел нам дали такую сумму и там два выстрела было ну в общем мы не самые плохие в этом бою немножечко мы постояли немножечко протупили вот довольно пони ну довольно много у нас с не сняли за вооружение ребят ну тут конечно это какая-то штука непонятно если честно давайте еще один бой и попробуем заканчивать тогда уже на этом моменте на данный момент мне принципе ну нравится такая штука вообще непринужденная довольно интересная довольно спокойно вот если где-то из-за укрытия стоять не лезть вперед все-таки у нас здесь с вами хотите не хотите но у нас с вами 80 миллиметров в башне это крайне мало все нас пробивают с первой попытки причем без всяких вопросов но в любом случае играть можно не знаю дойду ли я до 60 тп насколько мне это будет интересно все будет зависеть от первых этих танков но вы знаете мне честно надоели вот эти классические форму танков и этот пятый уровень меня привлек именно тем что да вы заметили да что у нас вот так теперь циферки бегают это интересно да я сбился с с речи смысле в общем посмотрим ребят давайте наблюдаем обычные классические формы танков они честно говоря поднадоели мне я бы хотел воспользоваться как раз появлением этих танков польских потому что у них действительно какие-то корявые танки но при этом почему-то они такие прикольные они такие мягкие пушистые такое ощущение всяком случае создают прям хочется немножечко так вот даже поиграться ну я считаю что для людей для детей там возрасте 7 12 лет это будет вполне прикольный танчик с прикольным внешним видом с прикольной динамикой вполне играбельный на нем можно вполне реально получать удовольствие ребят поэтому давайте получать удовольствие на танках если у нас будет такая возможность если у нас будет получаться это очень сложно на танках восьмого тире десятого уровня с этим вообще невозможно то есть мы не можем получать удовольствие на уровнях от восьмого а вот когда мы играем на пятерки на пятерочки на шестерочки на семерочки мы вполне реально получаем удовольствие от игры поэтому ребят желаю вам именно этого получения удовольствие от того что вы играете в самую вашу любимую игру а у нас здесь как мы видим как мы видим ой это будет слишком долго я забыл что у него скорость там нереально долгая бымс бымс шестьдесят девяточка ой прошу прощения туплю шестьдесят семерочка а вон артушечка была вот у нас вольфрам поэтому почему не видно теперь понятно промазал пусть блин я думал что я его замочил оказывается кто-то там все-таки вылез и замочил его вместо меня но как-то неприятно правда давайте посмотрим дальше что мы можем сделать и так вот мы видим еще да что ж такое что ж такое все-таки не хватает на между прочим какой-то динамики крыдкости это напоминаю у нас средний танк какой-то он совсем динамичный наш средний танк ну что ж я хочу от пятого-то уровня давайте идем дальше вроде мы не проигрываем вроде у нас все хорошо но как я и говорил ребят новых карт почему-то нам ну не дают не хотят чтобы мы новыми картами игрались ну а зачем правда нам старые тоже должны нравиться как вы видите сведение ну довольно интересное сведение если честно такое приятное приятный танчики если честно в общем и целом танчик довольно приятненький доставляет удовольствие от игры но не знаю как тут в целом опа уж у нас хорошая перезарядка ребят переходим на голду к сожалению тут увидели вообще куда-то влево улетел вернее вправо улетел совсем прям ну шестьдесят девяточка не хочет никуда ехать я не вижу ни черта а он просто стоит ну я совсем не могу светить здесь абсолютно от слова совсем и если сейчас из два меня увидит это будет крайне неприятно это он стрельнул блин меня увидели вот так вот меня увидели опять еще разок увидели нормально хорошо то есть к сожалению без лампы как-то не очень я не вижу куда нас видят да ты можешь постоять на месте пожалуйста дело в том что у него слишком долгая какая-то полет снаряда слишком много занимает времени и вот как-то вот так вот случается что я ни разу не попал ни в кого вообще хотя выстрел раз пять уже в общем смотрите вроде как мы еще остались живы можно поправить отремонтировать нам нашу башню проблема в том что ну всегда в этой игре большая большущая основная проблема я бы сказал проблема в свете то есть некачественный свет всегда он дает проблему большущую проблему и проблема не дает возможности реализовать свой потенциал даже если наш потенциал такой никчемный как на этом небольшом танчике то есть видите как арта нам просто в темечка тюк и все а тюк был реально серьезный ребят и 67 стоит и ничего не хочет делать а зачем правильно он же пт угу ну вообще то там стоит одна арта если честно и 67 ну мог что-то сделать ёлки зеленые ну ладно ладушки ладушки где были у тетушки и конечно 67 поехал потому что ну а как же кто же кроме него загружаю я осколочно фугасно но к сожалению не успею потому что ну что-то там можно было но тут слишком к сожалению не знаю почему так случилось но вот хотя бы замочили одного танка это уже что-то ребят ну в общем собственно говоря как вы увидели примерно таким вы увидели танк я даже не назвал как его называют вообще название у него насколько я помню 25 ТП и вот почему-то у меня мне кажется что вся польская ветка будет называться конкретно тапками и уже не из-за того что форма у них похожа на тапок ботинок или валенок на что-нибудь такое а вот именно просто потому просто потому что это ТП ребят 25 ТП это как раз тапки ребят на этом друзья мои я хочу закончить это видео большое спасибо что смотрели обязательно добавляйтесь на канал ставьте пальцы вверх подписывайтесь еще раз на канал нажимайте на колокольчик всем друзья всего доброго всего хорошего ну и могу сказать пока пока ребят